Главным вопросом стало улучшение условий для ведения бизнеса в регионах. Участие в обсуждении принял губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. По словам президента страны, в создании благоприятного инвестклимата важны успешные практики российских регионов. Согласно рейтингу Агентства стратегических инициатив, Кубань вот уже второй год в десятке лидеров. В свою очередь Вениамин Кондратьев выступил с предложением усилить контроль над естественными монополиями. Нередки случаи, когда энергоснабжающие компании затягивают сроки подключения к инженерным коммуникациям. Уважаемый Владимир Владимирович, вот безусловно инвестиционный климат формируют органы государственной власти, субъектов Российской Федерации, конечно, органы местного самоуправления. Но, Владимир Владимирович, конечно, здесь нужна поддержка в чем? Об этом уже Андрей Сергеевич говорил, что безусловно также формируют или очень активно влияют на инвестиционный климат. Это естественные государственные монополии в виде предприятий или энергоснабжающих, или ресурсоснабжающих. И подчас для нас очень важно сроки подключения, но и те же самые лимиты, которые подчас днем с огнем не найдешь. Второй момент очень важный – это территориальные органы федеральных министерств и ведомств. Они тоже формируют инвестиционный климат. И вот огромная просьба. Можно рейтинг, который проводит ОСИ, включить деятельность и федеральных естественных монополий, их деятельность региональных энергоснабжающих организаций, ресурсоснабжающих организаций, и деятельность территориальных органов, министерств и ведомств. Для нас это принципиально важно, тогда мы будем, по крайней мере, наравне. А так как бы мы пытаемся, мы стараемся, а вот есть та заноза, которую где-то не видно, но порой она очень существенна. Здесь просим, я думаю, не только я, вашей поддержки. Хорошее, правильное предложение. То, что сказал Ильин Иванович, я согласен. Действительно, от того, как работают естественные монополии на территориях их предприятия, от того, как работают территориальные органы федеральных, ведомств, многое зависит. И в известной степени это ограничение в деятельности региональных команд. Это правда. И я прошу это учесть при разработке общей оценки того, что происходит в регионах. Это верно совершенно. По итогам года в регионе ожидают 470 миллиардов рублей инвестиций. Это на 40 миллиардов больше, чем в 2016-м. Во многом это стало возможным за счет действующей в регионе системе поддержки предпринимателей, в том числе субсидирования и налоговые льготы. Для нашего региона важен не только инвестор, который придет из-за пределов нашего региона или из-за пределов нашей страны, иностранный инвестор. Для меня принципиально наш внутренний инвестор, который тоже должен поверить в экономику нашего региона и тоже в нее инвестировать. Создавая условия, комфортные условия, и не важно для нашего внутреннего инвестора, и для инвестора из-за пределов нашего региона, мы создаем будущее экономики нашего края. И самое главное, что это будущее или эти шаги позволят нам гарантировать устойчивый рост благосостояния жителей нашего края. А для меня и для всей команды администрации края сегодня это приоритет. Добавлю также, что в этом году в крае выдано больше 360 льготных займов. А из гарантийного фонда бизнесмены получили поручительство на 623 миллиона рублей.